Найм людей на работу всегда сопряжен с определенными рисками, что уж говорить, если потенциальные работники – осужденные алименщики и неплательщики. Сотрудники службы судебных приставов за круглым столом обсудили с нанимателями, как правильно сотрудничать с правонарушителями. Как правило, суды назначают неплательщикам работы на благо города от 20 до 200 часов. Трудиться надо по 2-4 часа в день, разумеется, бесплатно. За 9 месяцев 2019 в службу приставов поступило 2300 исполнительных документов об открытии административного наказания в виде обязательных работ. Это больше, чем в прошлом году. Фактическим исполнением окончено 2132 исполнительных производства, что также просматривается увеличение по фактическому окончанию. Остаток неоконченных исполнительных производств в настоящее время составляет около 3000 исполнительных производств. Среди работодателей в основном руководители муниципальных предприятий. Неплательщики исправляются трудом в основном в парках города и зоосаду. Редкие представители бизнеса устраивают к себе неплательщиков, но и такое бывает. За нарушителями глаз да глаз нужно ввести учетные карточки, следить за трудовой дисциплиной, а иначе штраф. За неисполнение должностным лицом организации требований судебного пристава исполнителя предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 17.14. Санкциями указанной статьи предусмотрено наложение на должностное лицо штрафа от 15 тысяч до 20 тысяч, на юридическое лицо от 50 до 100 тысяч рублей. Работодатели контингентом недовольны, те часто прогуливают и ленятся. Жалуются на них и посетители парков. Где смена нарушителей заканчивается, там они и начинают злоупотреблять. Летом спали на лавочках в парках. На звание работник месяца они точно не претендуют. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.